Каких-то 10 лет назад зимой у нас в квартирах не было горячей воды. Бабушки ложились спать с бутылками воды под одеялом горячей. Город вообще не освещался. Улицы не чистились. Ни от снега, ни от грязи, ни от чего. У нас сейчас действительно цветущий город. Я по роду своей деятельности общаюсь с представителями и других стран, и столицы, и центральной нашей Москвы, и северной столицы. Люди приезжают сюда, я их вожу по венцу, рассказываю об истории Юлянска, показываю все. Они удивляются, какой великолепный город, что зимой, что летом. Это чудесно, конечно. Ну и вот сейчас, когда уже второй год идет финансовый кризис в стране, который отражается, опять-таки, абсолютно на всех уровнях, мы видим, что предпринимаемое руководство области во главе с губернатором усилия, они положительно влияют на динамику развития. Вот я сегодня в Комсомольской правде прочитал, что наш губернатор вошел в топ-50 руководителей регионов. Он сейчас занимает 44 место. Это ведь непросто. Область ведь не очень большая сама по себе. Так ведь, да? Даже нет полутора миллионов жителей. И свои условия, конечно, по сравнению с нашими богатыми соседями Самара, Татарстан, Башкирия, Нижний Новгород. Общий жизненный уровень у нас пониже. Это он существенно. Но, тем не менее, все же перспектива развития, которая реально на глазах осуществляется, она дает возможность полагать, что у нас в области все идет нормально. Мы можем верить в то, что и дальше будет не хуже. Поэтому только хочется в этот праздничный день пожелать всем нам успеха, благополучия и процветания области. Вместе с областью будем чувствовать себя хорошо и мы.